Видео, которое продолжит наш сегодняшний стрим, называется «Вторая Пфимировая война. Нихель-Пихель против Беллы Рапопорт». То есть опять австрийские художники угнетают людей с фамилией Рапопорт. 23 апреля 2020. Короче, я забыл в этом вопросе, потому что Беллы меньше всего привилегий, потому что, собственно, Белла, она еврейка, она очень левая, она лесбиянка, она женщина, и у нее нет ментального здоровья. То есть она абсолютно лишена привилегий каких бы то ни было. То есть у нее просто, вот знаете, она как американский Гинсбург, знаете, не тот, который ученый советский, а тот, который американский диссидент, который был коммунист, геем, гей, значит, педераст, еврей, все на свете, короче, он все собрал, все-все ачивки, короче. Вот. Ну, конечно, он не был женщиной, но, с другой стороны, он мог быть пранц-женщиной, на самом деле. Просто тогда, в 60-е годы, еще не было гендерной теории. ...года на этом канале вышло видео о Первой эфемировой войне. Страшное видео о страшном событии в истории мирового интернета, да еще и спустя всего три дня после 20 апреля. В том конфликте формировалось две коалиции. В верхний интернет феминизма вошла Ника и ее медийные подружки, типа Лёли Нордик и... Нордик, блядь, охуенно. То есть, австрийские художники и их друзья по кличке Нордик. Осуждаем. ...дарья и Сиренко. Они печатаются в изданиях... Мне кажется, они слишком белые. ...в клипах у них берут интервью... Нордик — это фактически Норд, понимаете? То есть, у нас какая коалиция у нас выстраивается? У нас выстраивается коалиция из белых феминисток, каких-то нардидок, каких-то австрийских художников. ...на горизонте тогда маячила поездка в США на тусовку... ...мне кажется, у них неправильный социализм. ...тусовку от ООН. Нижний феминистский интернет представила Белла Рапопорт, которую никуда не позвали. Ярлык на платные курсы по феминизму у нее не получили и даже с юбилеем тёлочка Гейта не поздравили. ...нижний и верхний... Я за Беллу. ...интернеты феминизма схолеснулись. Сестрийцы отбросили все понятия... ...в войне феминисток друг с другом нужно поддерживать самую ебанутую сторону, поэтому я за Беллу. ...честь и достоинстве. Они устроили кровопролитную битву... ...Белла — это правильный соцлагерь. ...где обесценивали платные курсы по феминизму, киберактивизм и, самое главное, эмоции друг друга. Кто-то скажет, что это обычный день в Твиттере, но я называю это «Первой фемировой войной». Казалось бы, человечество навсегда запомнит этот ужас, чтобы больше никогда его не повторить. Но пророчество гласит... ...делайте ставки в комментариях, приведет ли этот немного разочар... ...реднек... ...провавший итог великой... ...нет фландерс... ...нет фландерс во вселенной ретро-вейв. ...фемировой войны ко второй фемировой войне. Так что между первой и второй перерывчик небольшой. Это очень большая мистуальная чаша. Ну а мы окунаемся во вторую фемировую войну. Как там было на уроках истории в школе? Нужно изучить итоги Первой войны и перейти к предпосылкам ко Второй войне. Чем закончилась Первая фемировая война? Ничем. Да, мы поссорились, но никаких проблем они, конечно же, не решили. Никого ООН не поехало, но это из... А там в ходе Первой фемировой войны было создано социалистическое государство. За одной загадочной болезни неизвестной стороны происхождения, а не из-за действий Беллы. Тут хочется выделить Дарью Сиренко, которая тогда сетовала, что какие-то ужасные, отвратительные люди из какого-то интернет-издания взяли ее публичную ссору в интернете с другими феминистками и сделали на основании этого материал. После этого заявления я выпустил свое видео, которое вышло, по сути, исключительно благодаря тому, что Дарья Сиренко написала и опубликовала свой Магнум Опус про Беллу Рапапорт. Спустя некоторое время Дарья посмотрела мое видео, и оно ей почему-то не понравилось. Да, действительно, с чего бы это. У Дарьи Сиренко есть для меня фидбэк. Начала пожинать тошнотно-горькие оплоды того, что вертолет сделал видео, где была я. Прис, не смотрите его и не ищите его. Ссылка в... Да, именно так это работает. То есть, когда у тебя много людей подписано в Твиттере, и ты пишешь про что-то, типа, пожалуйста, не ищите этот ролик и не смотрите его. Люди говорят, окей, хорошо, не буду. В описании и в подсказке. Куча моих очень старых знакомых не знают ни... Мне кажется, это Дарья, деликатно говоря, не очень умна. Ничего о том, чем я занимаюсь, но зато все посмотрели это. А потом разверзлись в личку насмешливыми вопросами. Очень странная ситуация, что у феминистки Дарьи Сиренко, да и не просто феминистки, еще и фем-активистки, есть прямо куча знакомых, которые, типа, знают ее, не знают, что она феминистка. Не знают, что она ебанутая. Но при этом смотрят меня. Мерзко даже не от факта мерзкого видео, а от факта, как легко редуцируется вся твоя работа. И как другой человек упивается тем, что у него якобы есть контроль на... Работа? Что? Кто-то из них работает? ...от твоей репрезентацией. И в рамках его аудитории этот контроль, разумеется, есть. Еще одна интересная формулировка. По сути, все, что я сделал, это осветил конфликт и, в принципе, довольно беспристрастно. Типа, меня реально довольно сложно заподозрить в симпатиях хоть к одной стороне Первой эфемировой войны. И как Дарья вообще представляет себе... А там есть какие-нибудь азиатки-феминистки, которых я мог бы переубедить. ...обратную ситуацию. Типа, если бы я не выпустил это видео и не повлиял на восприятие ее в глазах моей аудитории, то кто-то из моей аудитории нашел бы, допустим, этот документ, почитал его и занял бы сторону Дарьи? Нет. Бред какой-то. Ну, про контроль репрезентации тебе лучше рассказать Белли Рапопорт, которая, как бы, является частью вашей тусовки. Тоже боевая, вроде как, сестрица боится против патриархатицы. И вот, как бы, как на ее репрезентацию, как на ее репутацию повлиял твой документ и все эти публичные срачи. Ты меня, по-моему, вообще с кем-то путаешь, потому что я тебе, во-первых, ничего не думаю. Да, это лишнее доказательство тезиса о том, что две женщины могут дружить только против третьей. Во-вторых, ничего тебе не сделал. Типа, ты вообще смотрела то самое мерзкое видео? Собственно, в связи с этим я хочу неиронично на полном серьезе обратиться к... Да, я хочу неиронично обратиться к модераторам в чате, блядь. Обратить внимание на спам-рекламу, которая у нас в чате происходит. ...потому что из всей этой тусовки она пока что выглядит самым адекватным и, я бы даже сказал, единственным адекватным человеком. Позавчера на улице у дома встретила знакомого, который первое, что сказал мне было «О, видел тебя у вертолета!» Сразу почувствовала себя не в безопасности. Еще одна удивительная история, но если она правда, то, надеюсь, знакомому понравится и второй видеоролик на эту тему. Так, кто бы мог подумать, что если ты публично исповедуешь какие-то сумасшедшие безумные взгляды, на тебя могут снимать разбор другие люди и смеяться над тобой. Ее же должны повсюду в задницу целовать за ее идеи, а тут, видите, происходит что-то отличное. Чувствовала себя, значит, не в безопасности, да? То есть вот прямо небезопасно себя почувствовала от видоса, где я, в принципе, читаю вслух документ, который ты сама написала, сама опубликовала, и иногда вставляю всякие мемы про Metal Gear Solid. Ни к чему не призываю, никому, не дай бог, не угрожаю, просто зачитываю, что-то там похихикываю, посмеиваюсь, отхлебываю пивко из соломинки, держа при этом банку в подстаканнике. Вот прямо в небезопасности себя от этого почувствовала, да? Держите это, пожалуйста, в голове, потому что тема сегодня это сыграет и еще не раз, а пока знаете, что в настоящий момент Даша занята тем, что она уезжает из России, по ее словам, из-за того, что ей угрожают. Я даже не знаю, как я воспринимаю эту информацию, опираясь вот на эти скрины, которые я сейчас смотрю. Вспоминается какая-то сказка про какого-то мальчика и каких-то волков, но я как будто бы не помню, в чем там была суть. И вот я вспомнила сейчас чела, который агрессивно тыкал в меня пальцем, и думаю, что теперь, видимо, у меня есть еще и такая медийность. А есть более медийные активистки, которых он годами превращает из людей в материал, на котором он паразитирует. И бинго, у нас есть победитель. Впервые за все больше, чем пять лет существования канала, хоть кто-то понял, в чем смысл всех этих видосов. Типа Дарья Сиренко сейчас прямо как в великом художественном фильме «Шматрица» проснулась под песню «ДДТ», рожденный в СССР, и увидела всю жестокую окружающую реальность. Типа, все это время я не боролся с вами за то, какой феминизм самый правильный, а какой нет. Нет, я просто парю над лабиринтом и город изучаю, и никаких моих планов выбор. Какой феминизм самый правильный, это примерно как, я не знаю, какая из итераций национал-социализма более правильная. Мы не нарушили «Хорошего вечера». И вот эти вот удивительные высказывания, оказывается, нейтрально констатирующие факты. Даша очень благодарна за поддержку. Мне так жаль, что вы этому подверглись. Держитесь, пожалуйста, вы очень круто, и очень много делаете для фемактивизма в нашей стране. Вертолет ноль без палочки. Вообще-то на моем логотипе есть и ноль, и палочка. Особенно палочка. Он только и может, что на феминизме паразитировать. Без обсирания активисток у него контента не будет. Во-первых, у меня есть отдельный второй канал про видеоигры, на котором я пока что в основном стримлю, но еще и видосы будут там, знаете ли, игроманию старую по пятницам смотрим. Заходите, весело. Ну, справедливости ради, там не так много подписчиков, как на основном канале. То есть основное направление это все-таки означает высмеивание феминисток. Что я всецело поддерживаю. Было бы хуже, если бы вертолет из ролика в ролик, он бы какие-нибудь замагарские взгляды продвигал, типа того. А так можно даже снисходительно к этому относиться. Типа, ну, замагар и замагар. Зато против феминизма. Талантливый молодой человек, не глупый. Плюс еще другой канал, где есть записи стримов с этого канала, поэтому как бы не только феминизм, еще техника, ностальгия, видеоигры. Подписывайтесь, все ссылки в описании. Лучи поддержки. Не знаю, кто такой вертолет, и не собираюсь узнавать, но надеюсь, он как минимум не уйдет от лучей поноса. Прекрати, пожалуйста, этот кибербуллинг, если ты меня реально не знаешь и даже не собираешься... Бля, это фекало-магия Магога. ...узнавать, то как ты поймешь, что не направила свои лучи поноса на не того человека? Типа, господи, почему вы все такие жестокие? И да, это далеко не единственная киберактивистская поддержка. Я не знаю, насколько нужно быть инфантильным, чтобы вот такая вот похвала без знания дела и просто по приказу в интернете тебя радовала, но как бы окей, Дарья. Если тебе от этого легче, то мои лучи поддержки тебе тоже. Честно говоря, не слышал даже про этого чувака. Видимо, совсем бесполезный отморозок. А вам лучи поддержки. И пусть у всяких долбоебов горит себе нервы сами и портит. Да, да, в этой ситуации точно я, тот, кто портит себе нервы. Уже второй видос. Короче, жалко это зрелище, но нет худа без добра, потому что все это натолкнуло меня на идею перспективного стартапа. Типа, Дарья говорит о контроле репрезентации. И вот знаете, есть такие модные смарт-вибраторы, когда кто-то ходит с вибратором, а кто-то другой этим вибратором управляет. И вот там вот все эти отношения, доминации, контроля. Можно замутить то же самое, но для активисток. Типа, активистка дает свой смартфон другой активистке, ходит, а та другая активистка пишет всякие вещи в твиттере от имени первой активистки. И как бы прилетает все жертве, кэнселят жертву, и вот такой вот БДСМ пофеминистический. Все равно это не настолько гениальная идея, как расово-таргетированный Тиндер. Мне кажется, довольно перспективное начинание. Присылайте, пожалуйста, ваши инвестиции по моим реквизитам. Ну а пока вы думаете о прекрасном инвестиционном предложении, мы переходим ко второй фемировой войне. Прекрасное инвестиционное предложение — это когда я предлагаю задонатить мне еще на 10 серий travel blog из Сингапура. По-моему, лучше этого просто ничего не может быть. Когда началась вторая фемировая война. Она началась тогда, когда группировочка FemTalks открыла запись на курс по алфавиту феминизма. Там вы можете изучить такие темы, как... Хм... Хм... Бинарность, ксенофеминизм, трансгендерность, заб... Ксенофеминизм — это что? Живота, женщина, патриархат, язык, христианство, власть, урбанистика, охота на ведьм... А про другие религии там есть. И даже черный феминизм. И всего за... Прикольно. Каких-то жалких, копеечных 2500 российских, сука, рублей вы можете стать наблюдателем... Не, для такого говна это дорого, на самом деле. Нижнее подчеркивание ЦАП — получить видео лекции, но только на 3 месяца. Список литературы и вопросы к текстам. За эти деньги можно подписаться на секретный патрион Голковского и слушать пересказ книг Жабинского. Какие-то ничтожные 4 косаря, и вот вы уже участни нижнее подчеркивание ЦАП, получаете то же самое, что предыдущий тир, плюс письменные саммари каждой лекции. Ну а за просто смешные, ну просто символические 5 кусков, вы станете исследователь нижнее подчеркивание ЦАП. Получите все то же самое, что предыдущие тиры, плюс... Можете написать какой-то текст, они его отредактируют и, может быть, где-нибудь опубликуют. Места закончились. Но не думайте, что это злой капитализм опять победил, потому что для малоимущих тоже есть вариант... Надо храндушу к ним внедрить, короче, как шпиона. ...и антики целых 3 месяца... Шпионку. ...места на этом курсе были бесплатными. Два через мотивационное письмо, один через конкурс в Инстаграме. Господи, лучший конкурс в Инстаграме. И преподавали эти великие науки уважаемые люди вроде Яникова. Кто это, блядь? Единственная вот девушка, которая в нижнем левом... Ну, то есть вторая слева снизу, она похожа на психологиню, которая... У которой был ролик про то, что если папик не дает вам денег, то он вас угнетает финансово. Типа, если вы просите у папика купить вам какую-нибудь хуйню, а он вам не отказывает от финансового... Я думаю, нужно у него спросить. Спасибо, Алексей Леонидович, и ты солнышко, спасибо. Да, в общем, девушка вторая снизу, слева она похожа на... как бы психологиню, которая говорила о том, что папики должны давать больше денег, потому что если они не дают деньги и не покупают новые сумочки, это типа угнетение. Может быть, это она, может быть, девушка просто похожа. Можно собрать подружек из Твиттера и запустить академический курс по фемтеории за бабло? Неплохо. Я такого демпинга, профанации, девальвации научного знания еще не видел в этой жизни, конечно. Чуть я не уверена, что та же Нордик успевает между попытками побывать в каждой бочке затычкой, начитать необходимое для позиции преподавательницы количество академической литературы. Как видите, от Лёли Нордик у Беллы горит особенно сильно, и тут нужно познакомиться с этой самой Лёли Нордик. Да, потому что Белла Рапопорт, она как бы... Рапопорт, не иронично. А Нордик, она как бы Нордик. Я думаю, что там как бы очень жесткая расовая война происходит. Мы не знаем. Ее имя мелькало довольно часто и до этого, но в принципе... Кто она? Ну типа, ну она делает Охигао, но в отличие от Мэйби Бэйби и ее трусиков, новую часть колды... Блядь, Бэйби Бэйби Блядь... По-моему, ей лет сорок или типа того, она изображает из себя девочку маленькую зачем-то. Это очень странный хуйня. Не рекламируют, потому что делает Охигао, наверное, не совсем правильно, нужно еще глаза закатывать. Еще Лиля составляет магические заговоры против Росгосцирка в школе литературных практик. Ну типа, когда... Когда в начале ролика говорилось о том, что типа, они где-то работают... Что-то такое, да, имелось в виду, что типа это работа. И, короче, Белла считает ее не самым достойным кандидатом для ведения курса по экофеминизму. Экофеминизм это пересечение гендерного неравенства и других видов дискриминации. Ну и учитывая изображение этой девушки, может быть, она думает, что она волшебная эльфа, и она типа живет в волшебном лесу, и поэтому она за экофеминизм, за природу, за всю хуйню. Я не знаю, может быть, он обдолбался, может быть, это так снято, и хрен знает. Может быть, у него, в принципе, большие зрачки такие... Спасибо, Рудой, ты солнышко, спасибо. Я не знаю, я не обращаю на это внимание обычно. Да, то есть, может быть, она за экофеминизм, потому что она типа носит вот эти фейковые ушки эльфа, и типа, я эльфийка, я эльфийская принцесса, что-нибудь такое. Ну, хотя в живой природе она, конечно, проживет часа четыре только без посторонней помощи. ...с темами экологии, защиты окружающей среды и прав животных. Лекция пройдет в формате ликбиза о концепциях, направлениях и стратегиях экофеминизмов. То есть, сука, их еще и несколько! Может, еще собаку не киву? Я считаю, что убер-маргинал должен читать у них лекции по экофеминизму, потому что убер-маргинал толерантности, мультикультурализма, дайверсити изучал в Беркле, то есть, как бы, источники в эпицентре, в эпицентре, скажем так, всех этих вещей. Я не думаю, что кто-то из вот этих лекторов, он может похвастаться тем, что он что-то изучал в Беркле в своей жизни. А маргинал, он специалист по, значит, высшему образованию, что-то, там, инклюзивность иностранных студентов, там, в студенческую среду, всякие-всякие такие штуки. То есть, у него буквально были предметы по типу, там, мультикультурализм, толерантность, дайверсити, там, не знаю, лесбийская, трансцендентальная, блядь, лесбийская, танцевальная медитация и прочее. То есть, я считаю, что убер-маргинал должен читать там лекции у них на курсе. Тем более, тем более у них там есть какой-то мужчина. Хотя, я не знаю, может быть, это транс-женщина. Не, ну как там, оскорбить. А знакомство, комьюнити, понимаешь, надо уметь общаться. То есть, если ты слишком конфликтный и не умеешь дружить, в том числе с чиновниками из мэрии Москвы, с представителями всяких международных организаций, то как бы... То есть, если ты уже заработал на себе репутацию как не просто тупая пизда, а тупая пизда конфликтная при этом, да, которая что-то клянчит, какую-то хуйню, которая пытается там вести себя агрессивно, когда ей не дают бесплатную косметику. То есть, ну, в итоге с тобой никто не хочет общаться. Потому что это комьюнити, оно и так токсичное, оно и так и состоит из психически больных и очень агрессивных людей. Но если ты имеешь репутацию самой психически больной и самой агрессивной, то с тобой не будут общаться другие. Они будут дружить против тебя. То есть, дружба против тебя будет их консолидировать. Для них это будет дополнительный способ консолидации своих усилий в каком-то направлении. Потому что война против патриархата, это все очень абстрактно. То есть, как бы, если... Пока патриархат не персонифицирован, то воевать против него очень сложно. То есть, нельзя воевать против патриархата вообще. Нужно воевать против кого-то конкретно. Это примерно как вот... Нельзя воевать против капитализма вообще, да. Нужно воевать против конкретных буржуев, конкретных капиталистов, там, и так далее. То же самое в случае с религией, да, нельзя воевать против дьявола вообще, можно воевать против конкретных грешников, против конкретных людей, которые у тебя ассоциируются с конкретными грехами, это удобней. Собственно, это причина, почему язычники начали изначально богов ведь людей изображать, чтобы было удобнее им поклоняться. То же самое и здесь, да, то есть вести войну против своих врагов, полностью деперсонифицируя этих врагов, неудобно. Так что можно сказать, что теперь феминизму повезло, потому что теперь у феминизма есть ты. То есть теперь феминизм может консолизировать все усилия, воюя против самой ебанутой феминисты. То есть именно так это работает. В любом другом политическом течении, кстати, так же. Так вот, собственно, не только у феминисток происходит такое, что одни феминистки воюют против других феминисток, а не против патриархата. Националисты тоже заняты войной против других националистов, коммунисты тоже по большей части воюют против других коммунистов и так далее. Но на самом деле, уже в этих постах произошла эскалация, которая вывела этот конфликт на уровень Второй Фемировой войны. Мы уже перешли от споров, чей феминизм самый правильный и достойный платного курса, к оскорблениям, угрозам, перспективам судебного разбирательства и поклёбу. И какие же из этих слов могли вызвать все эти ужасные вещи? Да вот эти, про феминистский конвейер «сук». Лёля Нордик, которой такая адресная критика от Беллы пришла... Сука литературное слово. ...шлась явно не по душе, а возмутилась. Как так? Их модный молодёжный онлайн-марафон по феминизму с таким красивым лендингом и такой выгодной ценовой политикой назвали феминистским конвейером «сук». А его, между прочим, создают низовые феминистки и исследовательницы. Это что... Да, это примерно как назвать курсы Рабочей Академии профессора Попова, блядь, конвейером блубоёбов. Что, противопоставление индустриального бездушного конвейера феминистских сук к какому-то мануфактурному, ручному, бутиковому изготовлению пашточных феминистских сук или что? И тут уже... Да, хендмейт должен быть. Белли настал черёд неприятно удивляться, потому что ругань-руганью, а тут тебя обвиняют в оскорблении. И самое главное, ничего подобного Белла в виду не имела. Сук здесь это просто междометие, а не обозначение результата работы курса от Лёли. Быстрая минутка факт-чекинга и инвестигейтив журнализма, скорее всего, Белла не врёт. Типа, смотрим её канал, видим, что она постоянно использует сук именно как междометие. То есть, да, с учётом её возраста логичнее было бы ждать сцуко и под столом, но это же не повод превращать маленькое лингвистическое... У неё, скорее всего, нету высокого градуса, чтобы использовать какой-то подонский язык. ...недоразумения в настоящий конфликт. Типа, мы же всё ещё можем сесть за стол, договориться и всё мирно порешать. Да? А тут, дамы и господа, в дело вступает тяжёлая артиллерия. Никсель-пиксель и её ментальная гутаперчивость. Блядь, австрийские художники. Самые неприятные люди на планете — это австрийские художники и провинциальные юристы. А ещё недоучившиеся священники. Осуждаемые австрийские художники. Там должно быть не Теншин, а Ахтун. Почему она так похожа на Гамаза внешне? Только я обратил на это внимание, или я далеко не первый. Блядь, это же вылитый Гамаз. Вообще сложно мне здесь, конечно, проводить параллели со Второй мировой войной, когда у одной стороны конфликта фамилия Рапопорт, а у другой — Водвуд, да? В любом случае, Ника сходу подхватывает версию Лёли, не желая слушать никаких объяснений от Беллы. Она предлагает Белле переименовать свой канал в честь конвейера Сукрас. Сейчас она такая умная, и Белла даже делает это, не понимая одной важнейшей вещи. Ника сейчас вообще не шутит. А вот Белла продолжает рофлить и постит фотку Сучка Реза. Пилы для Сучков, раз уж о них все сейчас говорят. Но Нике, как я уже говорил, совсем не до шуток. Просто хочется сказать публично, что Белла шутит над тем, чтобы порезать нас пилой. Обо мне такого даже Вертолёт не писал. Что? Да, дорогие друзья, у нас здесь неожиданный кроссовер. Не, ну Верт вообще никогда тебе не говорил плохо, только о твоей позиции и высказываниях. Не говоря уже, что когда тебя травили двачеры, он выпустил видео в твою защиту. Ты ок? Меня травили на дваче, официальные аккаунты двача долго это форсили, потом люди стали жаловаться, мол, заебали со своей никой, и этот чел создал паблик. Куда пригласил двачеров, которые не хотели останавливаться? Пиарил его в записках абьюзера и постил на стене, как меня насилуют. Окей, это что-то новенькое, это уж и за теорию нашего Ориджина я слышу впервые. Не знаю, нужно мне это говорить или нет, но всякий случай скажу, что это какие-то... Блять, насилуют, что? Кто бы, кто бы согласился на это? Пиздец, фу, ёбаный рот. Безумные выдумки, типа, не то чтобы это меня супер сильно порочило... Всё, блять, мой аппетит испорчен. Но это просто неправда. Никаких двачеров я никуда не водил, с Абу ни о чём не договаривался. В целом звучит довольно бредово, потому что, по-моему, двачу-то вообще не надоело. Только я здесь как бы ни при чём, и вообще канал я создал перед пабликом, и это до сих пор можно чекнуть по моим первым видосам. Прикол в том, что ради осторожности, вопросительный знак, он сам не писал это, но постил всё то, что было в предложке. Об этом я и говорю в изначальном твите, что сам такие слова не употреблял. Но вот приуменьшать его заслуги не надо. Заслуги в чём? Типа, я всегда говорил, что все эти искромётные комиксы про пёси-угнетателя рисовал не я, потому что я рисую даже хуже Ники. И как бы я рад, что Ника обо мне какого-то довольно высокого мнения, что у меня есть какой-то невероятный план, но она, кажется, сама не знает, в чём заключается этот план, и уж я-то тем более не знаю, но объясню тайну паблика и предложки. Я просто ленивый, поэтому я почечу новости из предложки. Но будем справедливы, там есть не только эти новости, но ещё и прекрасная реклама про финку и КВД, про монтажёра без опыта, и, конечно же, про портреты к празднику. И это реально офигенно, потому что в комментах этой рекламе постоянно кидают топовые мемасы, и пока каждый раз захожу и ору. Ну а если тебе, Ника, не хочется читать посты из предложки, если ты хочешь качественно авторского контента, то заходи, пожалуйста, в мой Телеграм-канал, где админы реально пишут оригинал-контент со ссылочками, с картиночками, со всем вот таким. Милости прошу, ссылочка в описании. Короче, история просто максимально классическая. Ника опять меня в чём-то обвиняет, причём она сама в этот раз даже не уверена в чём. Но при этом она говорит, что Белла по факту даже хуже меня. И всё, что сделала Белла, это запостила фотку пилы из интернета. То есть это даже не её сучкорез. Это просто фотка с Авито. Всё это продолжение тупого недоразумения про сук это междометие, либо существительное. Типа, это вообще не конфликт, это не стоит и яйца выеденного. И здесь ещё можно было бы попуститься, остановиться, разобраться, и как бы отделить реальные претензии, которые у Ники, конечно же, есть к Белле, от просто какой-то выдуманной херни. Но Ника в тот день не собиралась останавливаться. И вот она раскапывает какую-то личную историю Беллы, как у Беллы увела девушку другая девушка, как Белла ненавидела эту разлучницу, но как потом всё-таки подобрала свою девушку. Начинается, бля. Пошло добро. Девушку после всей этой истории, ещё что-то про венерические заболевания. И вот, короче, Белла ненавидит эту вот разлучницу, от которой она потом подобрала свою девушку обратно, и всячески её ругает в интернете, и желает ей покрыться язвами. И вот эту вот историю несчастной любви Ника интерпретировала как чуть ли не прямую угрозы от Беллы облить кого-то кислотой. И начала раскрухивать это вместе со своими подружайками этим грёбанным сучкорезом. То есть, ещё раз, у нас есть два случая слов от Беллы в интернете. Ноль действий, два случая не самых удачных слов. Оба раза у Ники есть все возможности изучить открытые источники и убедиться в том, что это просто типа трэш-ток в интернете. Никаких даже завуалированных угроз нет. Оба раза Ника скипает эту возможность и сразу переходит к тому, чтобы стать в позицию жертвы и сказать, что помогите, убивают. Хочу напомнить, что лично меня Ника обвиняла в числе многих других вещей в срыве её мероприятий. Откуда это взялось, я не знаю, но у меня даже какие-никакие пруфы на этот счёт есть. Извинилась ли Ника передо мной где-то, опровергла ли она эту информацию? Нет, нет. Но теперь, оказывается, Белла совершила что-то даже хуже, чем якобы совершил я, хотя я тоже ничего не делал. Знаете, что самое забавное в этой ситуации? То, что сучкорез на фотке Беллы выглядит реально круто. Он реально похож на ту самую бензопилу, с которой моделировали бензопилу для Дума 2. И теперь я хочу реально поиграть в модификацию для Дума 2, где вместо демонов будут феминистки из верхнего интернета, вместо бензопилы будет сучкорез, а вместо думслейра будет Белла. А потом выйдет спин-офф, где сучкорез будет использоваться действительно... Ну, в качестве сучкореза можно взять этот меч этих космических... Короче, космодесантников из вселенной Вархаммерсов 1000. ...под назначению для того, чтобы уничтожать сукаедов. Орудовать им, конечно же, будет господин Савельев, тем более, что и он человек, который что-то допонимает в уважении к женщинам. Настоящий союзник, можно сказать. Сука, блять, как же я соскучился по тебе, сучка. Я подумал про другого Савельева. Собственно, проход в жертвы, как всегда, оказался эффективен, и Белле очень быстро начали написывать фличку о том, что она якобы действительно кому-то чем-то там угрожала. Белла, сама будучи феминисткой, прекрасно понимала, как это все работает, а потом узнала, что оставлять это нельзя, будет только хуже. Пилу в жизни в руках не держала и не собираюсь, но ты так загибала врать, что привлечение государства на свою сторону уже не кажется мне настолько серьезным злом. Я серьезно сейчас об этом думаю и уже навожу справки, потому что пиздеж про угрозы поливанием кислотой это уже не ежуньки на игруньки, это серьезная клевета, которая повлияет и на мою личную жизнь, и на рабочие отношения, и еще бог знает на что. Я знаю, как это работает в интернете, и что через годик-другой... Блять, какие рабочие отношения, если никто из них никогда нигде не работал, скорее всего. Никто уже вообще ничего не будет помнить, кроме какой-то смутной инфы, что я кому-то вот так вот угрожала. «Человек, а не ежуня никакая, абсолютно уже охуела от безнаказанности и власти, и на нее пора найти управу». Кажется, один пранк вышел из-под контроля. Как вы знаете, уже не первый раз за мной, и не только мной, по разным поводам упоминается любопытный факт. Ника Водвуд в своем твиттере с большим количеством подписчиков заявила о том, что я якобы угрожала облить активистку кислотой. Впрочем, был и прецедент, когда Ника отметила, что, мягко говоря, выдала непроверенную информацию, и что заявление про кислоту неправда. Однако твит удален не был, а сам факт превратили в досадное недоразумение, мол, ну с кем не бывает, ошибочка вышла, как всегда происходит с Никиными твитами. Тем не менее, такие серьезные публичные обвинения, выдвинутые намеренно или не очень, чреваты очень серьезными последствиями. Я готова поручиться, что я всего один раз в жизни угрожала кому-то, своей бывшей, что напишу публично о том, что она не соблюдает принципы согласия, когда она отказывалась снимать с выставки картину с изображением моих гениталий после моего требования... Ну и истории у тебя. ...это сделать. Ужасно! Как мы знаем, интернет трансформирует какую-либо ситуацию... ...борьба за права женщин. ...ситуацию в стиле «неважно, кто у кого...» Да, если вы вдруг забыли, я напоминаю, что феминизм, он как бы постулируется, как борьба за права женщин. Хотя, по-моему, феминизм имеет такое же отношение к борьбе за права женщин, как марксизм к борьбе за права пролетариев. ...украл, но была неприятная история. Если уже сейчас есть ряд людей, которые убеждены в том, что я способна на насилие в чей-то адрес, тем более такое изощренное. Представьте, что будет через несколько лет. А, это та, что кислотой облить хотела. Спасибо, но мне уже хватает Лашгейта. Лашгейт — это официальное название того события, когда Белла попросила набор косметики, а ей отказали. Короче, Белла пригрозила мусор... ...и Нике пришлось немного сдать назад. Белла Рапопорт хочет подать на меня в суд, поэтому я хочу извиниться и опровергнуть сведения, порочащие честь, достоинство и её деловую репутацию. Белла не желала никому быть облитой кислотой, она желала покрыться язвами внутри и снаружи. Простите, пожалуйста, за дезинформацию. Кстати, сейчас Ника живёт в Австрии и всё ещё рисует свои иллюстрации. Короче, австрийская художница Ника капитулировала, и поэтому, казалось бы, вот он тот самый миг победы, порадковать банки с супами, бросать в ванны бомбочкой для ванн от Лаш, потому что победа, да? Как бы так, а как бы и не так, потому что Белла победила, да? Но какой ценой? Ценой всего. На самом деле, уже после Первой Фемировой войны отношения Беллы с тусовочкой сошли почти на нет, и она, по собственным словам, получила огромный репутационный урон. Но сейчас всё стало ещё хуже, потому что Белла подставила под урон свою главную строку биографии – тёлочка Гейт. Да, это когда она лет восемь назад написала статью о том, что ей не нравится слово «тёлочка», и все стали ругаться из-за этого в интернете. Пожалуйста, выдержка из интервью Беллы. После «тёлочка». Ну, если ей не нравится слово «тёлочка», она может его не использовать. А с другой стороны, то, что если ты ебанутый, и никто не хочет с тобой общаться, так тут в этом ещё нового-то нету. Это не вчера началось. Какие-то я выгорело. Важная история для вас? Да. Во-первых, она превратила меня в Беллу Рапапорт. Я и до этого была известная, но тогда прямо все во мне услышали. Он принёс мне и дивиденды тоже, но в тот момент надо мной смеялись все, кто только мог. Так вот сейчас некосотоварищи подняли всякие скрины, которые вроде как принадлежат Белль с их слов. И после этих скринов история с «тёлочкой Гейтом» выглядит как-то... неубедительно. Дальше будем мериться количеством лишений, или ты завалишь уже своё нормативное славянское цисгеттеро-ебало? Чё-то вспомнил? Осуждаем Россию. Поведение этих надменных пёс из бара Осси обозлилось и решило напомнить моим читательницам, как они умеют совместную... Белла, видимо, не в курсе, от какого слова произошло слово «слейв». Работаю взаимоуважение. Да, а сексист всё ещё ты, потому что используешь слово «тёлочка». Ну и как бы угроза от Беллы мусорнуться тоже не то чтобы по феминистическим понятиям. Что касается Ники, она в этой игре проиграла, но не только формально, когда согласилась на условия Беллы и публично перед ней извинилась. Потому что вот мы берём её, пассивно-агрессивные поясняшки-извиняшки, и читаем очень важное и не очень хорошее для Ники послание. Тут раньше было написано, что Белла желала облить одну персону кислотой. Это я перепутала. Не было кислоты. Было пожелание покрыться язвами. То есть вы видите, как Ника публично и сознательно ставит знак равенства между «желала облить», то есть как будто бы сделать что-то лично, и «пожелание покрыться язвами». Магическое заклинание на уровне заговора против Росгосцирка от Лёли Нордик, да? То есть вот здесь она ставит знак «равно». А Сиренка, напомню, чувствует себя небезопасно от того, что кто-то в интернете на видео почитал вслух документ, который она сама написала и опубликовала. И тут мне хочется спросить дорогих подруг, а что там по обесцениванию? Интересно, а как там реальным жертвам, которым действительно приходится от кого-то скрываться и чувствовать себя в настоящей... Я думаю, что на реальных жертв им насрать чуть более чем полностью. ...и безопасности. И вообще как бы феминизм, это, ну, деликатно говоря, не про женщин совсем. Как им такая репрезентация и киберактивизм от феминисток, которые поссорились из-за того, кто может, а кто не может вести платный курс по феминизму в интернете, а? Вообще, конечно, если так подумать, но на каком-то символическом уровне, это самый... Я думаю, что любой может вести платный курс по феминизму в интернете. Как бы единственное, что может возникнуть проблема, с чем могут возникнуть проблемы, это чтобы найти платежеспособную аудиторию, которая будет готова тебе платить за такие курсы. ...из феминистических конфликтов ever. Типа у нас просто замес между, знаете, такой школьницей, любимкой учительницей, которая такая вся альфачка, и школьницей, с которой никто не дружит, которая ходит, там, знаете, в гранжевых шмотках, и вот поссорились они, самое главное, из-за запятой, по сути. То есть вот в этом предложении про конвейер, вот ты ставишь запятую, и это однозначно становится междометием. Но как бы запятая поставлена не было, а значит, наша школьница-хорошистка увидела возможность согнать весь класс своих подсосок и затравить бедную школьницу в гранжевых шмотках. Хотя очевидно, что это всего лишь предлог. И настоящий конфликт лежит, кажется, немножко в другой плоскости. Хотя все понимают, что никаких угроз, никаких обещаний сделать что-то плохое не было. Но нет, нет, есть чисто формальная возможность соскочить на эту тему, и поэтому, конечно же, мы на неё соскакиваем. И вот, кстати, возвращаясь к сути конфликта, приятно думать, что все эти годы мы старались деконструировать институты экспертности, чтобы в 2021-м снова обсуждать, могут ли обычные люди говорить о феминизме и феминистском знании. Я прямо чувствую, что не зря последние 10 лет прошли. Потому что что мы... Да, и платить за это деньги. ...видим, если посмотрим в корень этого конфликта. Мы видим то, как у Беллы пригорело, что она с огромными усилиями читала мегабайты текста, писала мегабайты текста по матчасти, получала настоящее высшее образование в Европейском университете. И что в итоге? В итоге... МОДНЫЕ МОЛОИ В итоге она нахуй никому не нужна. Беда, печаль. То есть изучая всю жизнь феминизм, блядь, а потом даже не можешь найти нормальную работу. ...надежные, веселые, шутливые девочки снимаются в клипах, тусуются в тусовках, провозят платные курсы, их все знают, их все любят, им дают всякие рекламные контракты. Это буквально как Фред-гитарист, который расстраивается, что весь мир служит этих проклятых рок-звезд, а не великолепные хиты группы Джейс. Правда, даже Белла Раппорт более умело ведет интернет-срочи, чем Фред-гитарист. Он в этом совсем по нулям. И в музыке по нулям. И группа Джейс полное говно, блядь. И все его остальные треки. Ну, а напоследок, конечно, хочется бросить еще один камень в огород феминизма, потому что, ну, какого хера? Ну, типа, какого хера у них только один прием на все случаи жизни? Ну, то есть, мы уже привыкли, что как только речь идет о каких-нибудь мужчинах, то они всегда становятся в позицию жертвы. Но они даже в своих между собой иных терках. Феминистка против феминистки тоже все стали сразу в позиции жертвы. А если жертвы все, то жертвой не является никто. Но при этом болею я, пожалуй, все-таки забыл Лора Попорт, потому что, ну, здесь она, кажется, максимально подошла к тому, чтобы быть... Я тоже забыл. ...на моем месте. И болею не просто на словах, ей реально скину косарь. И вас тоже, может быть, даже... Не, я не скину ни копейки. Но я моральную поддержку. Как говорил Владимир Ильич Ленин, как бы... Пусть телом я в Швейцарии, но душою я с вами в Сибири. К этому призываю, типа... Почему бы не поддержать человека в беде? Видит бог, жизнь у нее точно непростая. Тем более, ей точно стоит готовиться к новому конфликту, потому что и во второй фемировой войне никто своих глобальных противоречий не разрешил. Нас определенно ждет новый конфликт. Ну а в целом, фемировая война была страшным событием, и только одна вещь может сгладить ее уши. Да, страшным, как лицо Беллы Попорт. Нам нужно снять фильм по мотивам, где Нику сыграет Регина Дубовицкая, а Беллу Сергей Дроботенко. И еще весь кастаншлага позовем особенно... Это разные люди. ...клару Новикову. Вы вообще знали, что у Клары Новиковой есть относительно недавний концерт, где она косплеит Леди Элизабет из Биошока Инфинит? И типа, это не забавное совпадение, там вся сцена оформлена как арт-деко из Репчера. Какого вообще хера? Насколько глубоко идет эта кроличья нора? Для меня самое главное, наверное, открытие здесь это то, что все эти юмористы они чуживы. Полагаю, раб подчиняется феминисткам, а человек выбирает шпингалет и в фабрике номер 3 по адресу улицы Цурюба 15 телефон 980... Вот это отсылки как бы. Это этот скетч Петросяна про чувака, который попал на поле чудес и, значит, у него рекламный контракт на продажу как галетов. 17. Факс 4.12 добавочный 0.3 Берегите себя! Да уж! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok